привет друзья с вами большой дэн и проект рок энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе на и помдах группа на им помдах является пионером жанра гранд-кор представляющего собой гремучую смесь хардкор панка и экстремального металла с характерными для жанра дисторшеном пониженным строем гитар ультра скоростными ударными и чрезвычайной краткостью композиции команду организовали в середине 1981 года два подростка из местечка мэриден николас буллин и майлс реттледж партнеры у них регулярно менялись но за пару лет коллектив настрогал несколько пробных записей исполненных в духе анархо панка крас и flags of pink indians концерты группы в ту пору были весьма редким явлением да и вообще в 1984 проект на некоторое время впал в ступор дело сдвинулась с мертвой точки когда в состав пришел гитарист джастин бродрик с которым было записано демо хэйтрид сэрдж стиль name paul death теперь значительно изменился в нем стало заметно влияние таких коллективов как discharge possessed и келтик frost тем не менее движение в экстремальном направлении поддерживаемое буллин нам и бродриком пришлось не по вкусу реттледжу и он освободил ударную установку в пользу микка харриса с конца 1985 года группа начала вести активную концертную деятельность а в 1986 записала пару демок одна из которых стала первой стороной дебютного альбома на тот момент команда работала в формате трио но когда на роль бас-гитариста пришел джим уайтли буллин сосредоточился на вокальных обязанностях однако вскоре после этого джастин сбежал в head of david и ник уже и так начавший терять интерес к проекту но решил вообще завязать с музыкой новым гитаристом группы стал бил стир из какос а место фронтмена занял лидориан и с их помощью name of death дописали вторую сторону скам вышедший летом 1987 на лейбле и эрейк дебютный альбом широкие массы проигнорировали однако именно на этой пластинке содержавший такие классические вещи как драгнет и юсаффе были заложены основы грайнда в промо-турне команда поехала уже без уайтли а немного погодя его место занял бывший ударник ансин терр шейн эмбери после визита к джону пилу и участия в паре сборников коллектив записал диск from enslavement to obliteration являвшийся музыкальным наследником скам и содержавший 22 трека общей длительностью около получаса тем временем опять назревали кадровые проблемы и по окончании сопутствующего турне в рамках которого группа добралась и до японии стир решил сосредоточиться на работе в каркас а дориан организовал doom band cathedral эстафету убила принял джесси пентада микрофон достался марку барни гринваю из benediction а после участия в туре грайнд краше команда пополнилась гитаристом нитчем харрисом свое следующее творение name pound death записывали в студии мориса с небезызвестным продюсером скоттом бёрнсом и это не могло не отразиться на их саунде который стал ближе к дэт металлу в итоге старые фанаты стали обвинять группу в продажности да и мику смена стиля тоже не понравилось и он ушел заниматься проектом scorn впрочем отставка барабанщика была поспешной поскольку на записанным с новым ударником дэнни херерой и с продюсированным колленом ричардсоном альбоме ютопия баништ коллектив откатился к своим грайндовым корням нарастив скорость и подсократив длительность треков и все же группа не желала полностью возвращаться в прошлое и в программе 1994 года fear emptiness despair решила немного поэкспериментировать и ввела в обиход проиндустриальные структуры и более ритмические рифы любопытно что при всей сохраняющейся экстремальности с этой работой name pound dash умудрились пролезть на 22 строчку списка в билборд причиной чему послужило появление песни twist the knife в звуковой дорожке фильма mortal kombat между тем в коллективе потихоньку нарастали трения и после выхода относительно доступного для широких слушательских масс диет райпс ретировался барни обменявшийся местами с фронтменом экстрим ноистеррор филом вэйном но если ent удалось задействовать гринвей в записи своего альбома то вэйн подобной чести не удостоился и к началу сессии inside the turn apart рокировка прошла в обратную сторону и на этом студийнике и на следующем words from the exit wound следы экспериментов с индастриалом еще оставались но на аниме of the music business и воды of the leech музыканты расставшиеся с air рейк рекордс и с коленом ричардсоном взялись дорабатывать грайн составляющие и довели скорость исполнения и агрессивность звука до небывалых высот в записи последнего из этих дисков пинтада уже не участвовал а в 2004 гитарист вообще покинул ряды nail pump death в том же году после заключения долгосрочной сделки с century media вышла подборка каверов leaders not followers part 2 в которую попали композиции от cryptic уолтэм масока creators сепултура discharge и так далее следующий альбом сделанный на стыке дэд металла и грайнда the code is red long live the code был записан с участием ряда гостей джеффа уокера джейми джасты и джела беафры но если появление этих товарищей в компании snap on death выглядело вполне логичным то в 2006 команда сделала неожиданный ход пригласив на сессии сми и кампейн вокалистку the gathering аннике фан хиршберген впрочем тут обошлось без негативных последствий и этот критикующие религию яростный и агрессивный альбом публика встретила с одобрением программа time waits for no slave в отличие от предшественницы не являлась концептуальной но по музыке все же была близка с ней разве что длительность композиций несколько увеличилась некоторое разнообразие name for dash пытались внедрить на студийники utilitarian здесь использовались думовое индустриальное интро дикий саксофон джона зорна чистый вокал и григорианские хоры но в целом стилистика оставалась прежней к грайндхаусу команда вернулась с альбомом apex predator easy mid который к тому же получился весьма и весьма политизированным если последнее время группа выпускала полнометражки с трехлетним интервалом то студийник throw of joy in the jaws of defeatism фанатам пришлось ждать уже пять лет на новом альбоме напалмов потянуло к разнообразию и в итоге их фирменный стиль разбавили элементы дума трэша индастриала и даже постпанка в духе killing joke вообще к тому моменту у группы накопилось довольно много материала и часть оставшихся с последних сессий вещей было позже опубликовано на ипи resentment is always seismic композиция юсаффа со своей длительностью чуть более секунды занесена в книгу рекордов гиннеса и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...